Мне нравится быть тренером, я наигрался уже в хоккей. 2-1, белые! Ты же выходишь на игру не просто, чтобы отбыть номер, а чтобы победить. Я был такой один. Когда ты уигрываешь, эмоции всегда переполняет. Это настолько круто. Такому, чтобы бить первым, это, конечно, всегда родители говорили, что нельзя этого делать. И становясь старше, понимая, что иногда приходится и первым бить, потому что можно грести больше. За могучими плечами Александра Свитова больше 20 лет славной карьеры хоккеиста. Он выступал в НХЛ за Тампу и Коламбус, в КХЛ за Авангард, Савалат Юлаев, Акбарс и Локомотив. Всегда играл под пятнадцатым номером. Внушительные габариты, рост Александра 192 сантиметра и отменная техника делали его не только универсальным форвардом, но и забивным тавгаем. Свитов дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а в составе сборной России нападающий завоевал золото чемпионата мира 2012. Сейчас Александр Свитов тренирует омский Авангард. Сюда всегда с радостью возвращаюсь, приезжаю домой. Здесь уютное чувство. У меня родители, друзья все здесь. Мой родной город. Я всегда здесь был по мере возможности до 2-3 недель. Находился здесь перед сборами, перед тренировочными лагерями. Всегда здесь был. Здорово! Ну я и в СКК начинал первые свои шаги. Потом здесь построили арену Омск. Я и в арене Омск тоже играл. По сравнению с предыдущими аренами, конечно, G-Drive здесь высшего класса. Все сделано для болельщиков в первую очередь. Это сидушки, проходы, все это продумано. И круговой обзор получается всей арены. Я думаю, что это очень здорово для болельщиков. Теперь вы уже тренер. Я где-то читала, поправляйте, если ошибаюсь, что вы даже, по-моему, Сибгуф заканчивали по тренерской стезе. Да. Конечно, долго учился я там. В связи с тем, что и за сборную играл, не всегда получалось приехать, сдать. Долгое время для этого понадобилось. Но да, Омский государственный физический институт я закончил. Я прошел все это на практике. То есть это моя стихия, где я начинал свои, так сказать, спортивные какие-то шаги. Это был хоккей. Я остался в этой сфере. И все это прочувствовал на себе. Прошел этот путь с детства до уже такого осознательного возраста. И больше все равно это все берешь и вспоминаешь то, что ты делал на протяжении своей спортивной и хоккейной карьеры. Тренировка – это же не только то, что мы находимся на льду. В тренерской разбирают тренировочный процесс поэтапно, какая подготовка будет на первом этапе, на втором. Я больше по нападающим, по центральным буду отвечать за сбрасывания, за розыгрыши, за стандарты какие-то в нападении или в зоне атаки и в средней зоне и в зоне обороны. Омский авангард! Омский авангард! С того года как бы доношу и объясняю ребятам. Выходим, какие-то упражнения делаем для центральных. Главное в своей зоне не проиграть чистую шайбу, и чтобы крайние нападающие помогали в подборах. Это, наверное, самое главное правило для центрального. Не всегда получится у тебя выиграть его в чистую, но хотя бы шайба, чтобы не досталась чистую сопернику. Как вам команда? Много новых ребят, срабатываемся пока. То, что я видел в последний год, когда он стал уже тренером, вернулся Саша, такая зажигалочка. Давайте так. Характерный боец, не любящий трусость, ленивость и обманы. Иногда, когда он заводился, это видел, так успокаивали его немного, гасили эмоции, чтобы он видел, наверное, уже по другую сторону те моменты, где нужно уметь себя сдерживать и контролировать эмоции. «Какая разница, вы один будете так же все делать? Вы в обороне, красный в обороне!» А есть, может быть, кто-то из игроков, который вас напоминает много лет назад? Может быть, на кого-то вы свои ставки личные делаете? Нет, я был такой один. Ну, не знаю, так надо присмотреться. Сегодня первая тренировка только такая была, что тактическая какая-то. Ну, время еще есть. Может, кого-то и найду похожего на меня. С Михаилом Григорьевичем в том году поработал. Ну, все равно свои предложения каждый тренер вносит. И не то, что только Михаил Григорьевич сказал, что именно так. Мы любую ситуацию все вместе разбираемся в тренерской. У кого там идея, то есть мы это рассматриваем и стараемся применить. Вратарь лучше паса дает, чем вы. Может, у нас Вася будет атаки начинать? Да. И вот какой пас отдал в середину. 2-1, белые. Мне нравится быть тренером. Я наигрался уже в хоккей. И даже вот когда завершил, я ездил там с ребятами и на любительские турниры какие-нибудь. Два года покатался. Но все равно колени болят от нагрузки, от всего этого. Операции на плечах были, на коленях. Уже так все равно не побегаешь. Удовольствие, да? Раз в месяц можно выйти и покататься. Побалдеть с ребятами. 7-8 операций, наверное, перенес. Это только такие, которые серьезные. А тех, которые мелкие, их даже в счет ты не берешь. Я познакомился с Александром Свитовым, когда преподавал в 37-й общеобразовательной школе. Я вел историю у него в 5-м и 6-м классах. Александр Свитов был нацеленный на приобретение знаний молодой человек. Историю любил. Получал хорошие оценки. Даже дополнительно интересовался. И вот этот момент, наверное, я в нем и хочу подчеркнуть. Что он всегда от своих учителей стремился брать самое важное, самое ценное. Умея отделять первостепенное от второстепенного. То есть он от всех наставников старался взять то, что поможет ему развиваться как человеку, как личности, стать круче и сильнее, так скажем. Цигуров как раз пропагандировал, проповедовал тот хоккей, который ему подходил по стилю, по габаритам. То есть это была вот такая жесткая игра контактная. Я думаю, что это был тот момент, когда он раскрылся. Вообще, как бы Цигуров, я тоже считаю, что он как тренер. Вот у них тренер должен найти спортсмена, а спортсмен должен найти тренера. Я думаю, что Цигуров тот специалист, который вот сумел его раскрыть. Я думаю, он сам об этом скажет. Цигуров он сколько, наверное, года два всего отработал. Ну он, да, он все равно какое-то наставление, наверное, на моем пути сделал, потому что я тогда молодой совсем был. А, еще же Валерий Константинович Белоусов. Здесь как раз в Омске я с ним поработал. Я думаю, наверное, больше он посодействовал на то, чтобы я остался при подписании контракта в Америке с НХЛ. На два года я вернулся в Омск все равно. С Валерием Константиновичем достаточно долго разговаривали, и он меня уговорил здесь остаться. Каждый тренер, ну, как бы, разный, и стараюсь от каждого взять понемножку. Там даже вспоминаешь какие-то тренировочные процессы или еще что-то. Как бы мне удалось проводить такие великие тренера. Они, конечно, я считаю, ну, с каждого так по зернышку, как говорится, где-то отщипнул, вспомнил что-то. Ну, все равно есть это присутствие, то, что ты принимаешь от них. Ну, а затем вот им заинтересовалась Тампа. Тогда она еще не была самой российской командой национальной хоккейной лиги, где сейчас выступают одно из наибольших количеств российских игроков. Это не просто игроки, а это звезды первой величины, вроде Василевского или Кучерова. Но надо заметить, что Свитов тоже играл в этой команде, начинал свою карьеру в НХЛ. Я никогда не мечтал и в голове не держал там даже про этот драфт. Я даже не собирался туда ехать, на этот драфт. Но так случилось, что у меня даже третьим номером выбрали. И вся эта история перед драфтом. 30-секундный велосипед, когда к педалям привязывают ступни, и ты максимально за 30 секунд должен там прокрутить его. Зачем? Ну, это тест такой на выносливость у них. Я до всех тестов два раза его прокрутил. Потом перед самым драфтом уже его еще два раза прокрутил. И третий раз полетел в Тампу из Флориды, из Майами, чтобы прокрутить в Тампе его. Но там не нашлось велосипеда такого хорошего, чтобы его прокрутить. И я его уже тогда не стал крутить. Приехал в Тампу. Меня Рик Дадли тогда драфтовал. Нравились ему российские хоккеисты, игроки. То, что они такие высокие. И я на драфте был из человек 20, наверное, предпоследний по росту. То есть все такие рослые были. И вот он меня задрафтовал. Я год пропустил, вернулся. Его уволили, поставили Джей Фистера. И мне сразу дали понять, что я надолго не задержусь в этой команде. То есть игрового времени практически не давали. У меня Тартарелло вызвал игр через пять. И сказал, что мне надо сначала запустить Брэд Ричардс, Винсетт Ле Кавалье. Таких ветеранчиков, чтобы они больше играли. И здесь надо на много времени не рассчитывать игрового. Но такой звоночек, когда тебе так говорят, не очень-то и приятно. Осадок такой остается. То есть я руки не опускал, старался, работал, продолжал все это делать. И на следующий год меня уже в Колумбус обменяли. А правда, что вы английский вообще не знали, когда туда попали? Как вы там выживали? Мне очень, знаете, повезло, когда я приехал в тренировочный лагерь туда. Русские ребята были, там, шесть человек. Ну и с кем я так больше всех подружился, наверное, так у меня под крыло взял, это Кольха Бибуллин. То есть я везде с ним всегда был. Ну, в ресторанах-то, понятное дело, все можно заказать. Там английский особо так не надо. И было так, что вроде тренер все объясняет, даже там на макете, и больше слова не слушаешь, видишь то, что он показывает. И, наверное, из-за этого и понимал. Там хоккейные термины – вброс, шайбы, пас. Практически все то же самое и звучит на нашем языке. Ну, разница была, во-первых, это площадки. У нас олимпийского размера площадки, а там все маленькое, все быстро. То есть ты не можешь где-то зазевался или остался на месте. Тебя могут просто размазать там по площадке, по борту. У вас средний сын, да, по-моему, хоккеем занимается? Ну, средний, да, занимается сын. Ему 14 лет. Младший только стал, буквально скоро год только будет, как он на коньки стал шестилетним. Они сами к этому пришли или вы заставили? Нет, не заставлял они сами. Потому что на матчи, когда приходили поболеть, там, подержать меня, в раздевалку всегда заходили, по раздевалке там с клюшками. Но они видят, что вся жизнь как бы у них в хоккее тоже проходит. Я не заставлял никого из детей, чтобы, вот, ты там должен быть обязательно хоккеистом или еще, не знаю, там, тренером каким-нибудь. То есть это выбор ребенка. Здесь только направление, и надо понять, хочет ли этого ребенок или не хочет сам. Но вы тренируете своих сыновей сами? Занимаете? Нет, не слушают меня. Да ладно. Ну, нет, я сам не тренирую детей, как бы, потому что, ну, на самом деле, вот даже ситуация такая была. В Казани на базе у нас свободный лед был всегда, если вечером, там можно прийти и с детьми покататься. Я приходил только для того, чтобы они там покатались, постояли. И если что-то, говоришь, делать, они все равно форму такой игры принимают. Но если приходят посторонний, там, человек или тренер другой, то есть они уже все слушают и стараются выполнять. То есть все равно папа – это друг, и с ним только поиграть. Но у них ваш характер? Нет, немножко не мой. Характер, наверное, мой – это только у старшей дочери, такая боевитая. Нет, упрямый все равно, вот, как сказать, такая спортивная наглость. Ну, не так, как у меня. У меня, наверное, больше было спортивной наглости, чем у мальчишек, у детей моих. В большом количестве хоккеистов имелись выпускниками школы номер 37. Мы друг или аплодисментами встречаем наших гостей. Александр Масленникова. Я как пришел в хоккей? Случайно. На уроке был в школе 37-й. Как раз тогда учились. Я жил напротив СКК на Масленниково. И к нам в класс пришел тренер во время урока. Он просто объявил, что я делаю набор ребят 82-го года рождения. Кто хочет, приходите вечером покататься в СКК. Весь класс встал из мальчишек. Я, я, я. Я даже не вставал и сидел на последней парте. Он подошел и спросил, ты не хочешь прийти покататься? Можно прийти покататься, если недалеко живу. И все. И со всего класса пришел я и еще один мальчишка. Мы вместе с ним пришли. Буквально 2-3 тренировки, наверное, и он завершил. Я вот все остался и продолжил как-то. Ну, мне нравилось на коньках кататься. Родители там, наверное, 4-4 года мне было. Первые коньки подарили. На юность ходил катался сам зимой. Ну, как бы мне нравилось все это. Зимой хоккей, летом футбол. Очень рад здесь находиться. На самом деле, я начинал учиться в этой школе. Первые мои уроки проходили на первом этаже. Это нулевой класс у меня был. Была классная руководитель. У меня Мартелла Галина Андреевна. Огромное спасибо за то, что знание прививало мне. Я надеюсь, вам тоже нравится в этой школе учиться? Самое трудное. Ну, это, наверное, рано утром со стантовки «Степная» на автобусе или троллейбусе доехать до телецентра было. А ничего не изменилось? Не знаю. До таких сложностей, каких-то трудностей не было. Предсезонка, наверное, это самый трудный такой процесс, потому что время на отдых мало и по две тренировки в день, если там зарядка, еще вот это, наверное, самое тяжелое. Знаете, ему сколько исполняется, мальчишки? 40 лет. 3 ноября. Та же, как нашему зданию вот этой школы, тоже 40 лет. Он именинник. А другой какой-то спорт был? Нет, абсолютно ничего. У меня отец только на домой смеется. Я один раз пришел посмотреть, как друзья со двора ребята в соседнем доме шахматы занимались. Я один раз пришел посмотреть, только не участвовал. Вот у меня постоянно подкалывает, говорит, а как же шахматы. Хорошо учишься хоть? Да. Молодцы. У Галины Андреевны? Да. Красает. В те годы, когда он играл за «Авангард», это седьмой и десятый, он был одним из лидеров, тоже такой харизматичной фигурой. И вот это, наверное, и сейчас перешло в команду. Сегодня, наверное, можно смело сказать, что он олицетворяет собой дух «Авангарда» вот с тех еще времен. И сегодняшний день, когда это команде очень надо, наверное, это все очень сейчас актуально и востребовано. Самые первые шаги, которые уже в первой команде у меня были… А кто там, друзья? Друзей не было, все взрослые были. Там такие мастера были, как Угольников, Коробкин, Маслюков, Шаргородский. И там с нападения с Рамильевым и Фулиным. Как раз, когда первая игра у меня была, он у меня так ходил, после раскатки все, кто там не переживает. Типа, это первая игра, все там, ну, без всякой паники. Отдал пас, открылся, что этот, без суеты. Вот эти слова я даже помню, когда первый мой матч был. Не все здесь обрадовались, что вы уходите. Скорее, наоборот, мы болельщики разное говорили, писали, но вы никого не слушали. Ну, знаете, наверное, мало кто слушает болельщиков и читает гадости, если какие-то пишут. Мою сторону было очень много в то время. И начиная с этой ситуации, с армии, с подписания МНХВЛ, ну, как бы не все все знают, всю историю, и от этого начинают писать или еще что-то говорить. На это просто не обращаешь внимания. Идешь, делаешь свою работу. То есть они не видят даже ту жизнь, которая проходит здесь, в раздевалке, в помещениях, в тренировках. Они же приходят, большую часть видят только как команда играет игру, а всю начинку-то они не видят. Тренировочные процессы, травмы также получают ребята на тренировках. Они это всего не видят, и каждый свое мнение, конечно, может высказать, написать, и это их мнение. Здесь, в Омске, меня не подписали, и я оказался в Уфе. Переход был первый такой в моей жизни, что в другой город ехать придется, играть за другую команду. Немножко не то, что переживал, а как бы так в голове держал, что это новый коллектив, новые ребята, как там получится, не получится. Но приехав туда за три дня до сборов, до всех, до первого собрания, пошли с супругой пообедать и встретили практически полкоманды всех. И достаточно так ребята помогли, но на самом деле хороший коллектив был, дружный. В Саловате был ваш первый Кубок Гагарина. Да, да. Когда вы шли к этому? Ну как долго, сезон целый, с начала сезона. Эмоциями не передать, это настолько здорово было. Тем более я перешел первый год только в другой клуб и сразу выиграл. За Казань получается у меня два финала, один выиграли, один проиграли. То есть пока я там находился, у меня серебро, золото и бронза. Я сейчас размешусь, пошли. Не все долгожданные всегда. Ты же выходишь на игру не просто чтобы отбыть там номер, а чтобы победить. И все усилия для этого ты носишь. Что там ты много затратил сил, травм перенес, что в Уфе, что в Казани. Не знаю, оба, наверное, долгожданные. И всегда хотелось, и хочется. Должно хотеться спортсмену, чтобы побеждать. Я сам по себе не бизнесмен. Я больше спортивный человек. И многих ребят знаю, те, кто начинали уже ближе к завершению карьеры, какие-то свои воплощать мечты. Кто-то у меня знакомый там есть, кто-то рыбалкой начал заниматься, а кто-то рестораны там открывается, пытается. Ну, я никогда не отвлекался на эти вещи. То есть никогда не строил там план, бизнес после завершения карьеры. Больше отдавался, ну, в спорте как был, так и сейчас и остался. Рыбалка нравится, мне нравится охота. Мне нравится на квадроциклах там по болоту полазить на каких-нибудь вездеходах. То есть такие наземные в болоте поковыряться на вездеходе – прикольно. Про чемпионат мира. 2012 год. Мы начинали… Чемпионат был разбит на две страны – это Швеция и Финляндия. Мы начинали в Швеции, дошли до финала, и финал уже… Полуфинал, финал играли уже в Финляндии. Тоже непередаваемые здесь эмоции. И сама атмосфера проведения вот этого чемпионата мира, когда доходишь до финала, до полуфинала, настолько круто. Потому что ты, отыграв в сезон регулярку своего чемпионата, играешь в плей-офф, и потом готовишься после плей-оффа этого всего практически месяц к чемпионату мира, и доходишь до финала, если и выигрываешь – это, как бы сказать, дорогого стоит. Это столько эмоций, столько потраченных сил, нервов, травм и все остальное. Когда ты поднимаешь кубок, то выдыхаешь и думаешь, что все напрасно и не зря было сделано для этого. Ну, я думаю, что супер, и это, наверное, будет хороший, так сказать, задел для молодежи, наверное, понимание, что они себя увидели в будущем и стремились к тому, чтобы их тоже там в эту аллею вписали. Наверное, все равно будут мелкие, когда будут дети там приходить, и будут мечтать, чтобы их фамилия тоже здесь находилась. Наверное, это круто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова